В Оргкомитете Сочинской Олимпиады продолжает почитывать, сколько зрители увидели соревнования своими глазами. Многие гости назвали эти игры лучшими в истории. Преобразовавшийся город, современные спортивные объекты и уникальная безбарьерная среда для инвалидов. Но будут ли пользоваться Сочи популярностью у туристов после Олимпиады? И как будет задействована спортивная инфраструктура? Выяснял мой коллега Дмитрий Ковалев, который тоже побывал в Краснодарском крае. Житель села Янтикова Александр Сергеев приехал в Сочи, чтобы увидеть Паралимпиаду своими глазами от и до. Он старался не пропускать ни одного соревнования, болел за биатлонистов, хоккеистов, лыжников. Удалось ему побывать и на грандиозной церемонии закрытия. Говорит, олимпийские каникулы обошлись не так дорого, как можно было представить. Билеты на соревнования в среднем стоили 400 рублей. По городу курсировали бесплатные автобусы и поездоласточки. С учетом стоимости проживания, питания, посещения всех мероприятий, где я купил билеты на 15 спортивных мероприятий, я считаю, что я должен наложиться порядка 30 тысяч рублей. Но что произойдет с Олимпийской столицей после игр? Этим вопросом сейчас задаются многие эксперты. Специалисты говорят, что властям придется сдерживать стоимость услуг. Во время Паралимпиады были раскуплены номера даже в самых элитных отелях. В Сочи построили огромное количество частных гостиниц. В условиях такой конкуренции многим пришлось снижать цены. Роза Хутор – городок, который был построен специально к Олимпиаде. Раньше здесь не было ничего, только пустырь. А сейчас появился настоящий сочинский куршавель. Средняя цена за один номер вместо мотеля составляет 4 тысячи рублей. Чтобы пообедать, гости смогут заказать себе бизнес-ланч за 500 рублей. Или шведский стол за 800. Огромный по своим размерам самовар Олимпиад, сфотографироваться с которым желали все. Оригинальные выставки, модные бутики, а вокруг – живописная природа. Роза Хутор стала настоящим центром притяжения туристов, несмотря на дороговизну услуг. Сейчас в Розе Хутор затишье, отели пока пустуют. Туристы не стремятся приезжать сюда на отдых. Многие спортивные объекты в Сочи закрылись. Некоторые стадионы были построены так, чтобы потом их можно было разобрать. А вот лыжная трасса в горах будет работать и дальше. Гости говорят, что это место невозможно сравнить даже с французским куршавелем. Российский курорт стал пользоваться большой популярностью. Что очень важно, здесь другой снег. Куршавель – он быстрый снег. А здесь каталка, она такая, влажный снег. Здесь она более такая сложная. В плане, устаешь больше. Я вообще очень люблю здесь кататься по сравнению с Францией, потому что здесь тяжелый снег, он влажный. И кантовать тяжелее. Стадионы, которые расположены на территории Олимпийского парка, будут и дальше принимать престижные соревнования. На арене Фишт спустя четыре года пройдут игры Чемпионата мира по футболу. Но эти объекты построили не только ради турниров. Именно здесь будут тренироваться спортсмены. Жители Олимпийского Сочи получили в наследство от игр новые дороги, транспорт и современные здания вокзалов. Андрей Ковалев, Юрий Гурьянов, Республика, из Паралимпийского Сочи.